Уважаемые студенты 4 курса, мы завершаем изучение дисциплины под названием «Новейшая история стран Запада». Сегодня последняя 15-я видео лекция на тему «США и страны Латинской Америки после Второй мировой войны». Одним вопросом мы рассмотрим комплексное развитие Латинской Америки, этого региона интересного после Второй мировой войны. И второй вопрос будет посвящен послевоенному развитию США с 1945 года и до наших дней. Итак, цель нашей лекции – рассмотреть основные особенности политического, социального и экономического развития США и страны Латинской Америки после Второй мировой войны. Начнем с Латинской Америки после Второй мировой войны. Очень важный факт – это создание в 1948 году Организации Американских Государств, аббревиатура ОАГ. Эта организация была создана под эгидой США в первую очередь для того, чтобы США посредством этой организации поддерживали своих ставленников. Самоса в Никарагуа, Батисты на Кубе, Стреснера в Парагвайе и других диктаторов. Сами американцы понимали, что это не лучшие персонажи, и кто-то из американских президентов сказал знаменитую фразу. Самоса, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын. После Второй мировой войны наиболее интересная ситуация, пожалуй, в Латинской Америке сложилась в Аргентине. Здесь в 1946 году президентом выизбан генерал Хуан Перрон. Очень знаменитая личность, может быть, еще знаменитой символю добавила его супруга Эвита, о жизни которой сняли фильм и сделан был мюзикл, где Эвиту играла и до сих пор, видимо, играет Мадонна. Так вот, Хуан Перрон был президентом Аргентины с 1946 до 1955 года. Затем в 1955 году военные произвели переворот, и Перрону пришлось уехать в эмиграцию. Но через долгое время он вернулся, и еще был небольшой период у него президента в 1973-1974 годах. Интересно, что именно Перрон предложил для Аргентины и для некоторых других стран региона так называемую концепцию третьего пути. То есть попытка пойти путем ни капиталистического, ни социалистического развития, а каким-то особым третьим путем. При этом он пытался установить очень хорошее отношение с Советским Союзом. Так или иначе, после Второй мировой войны в латиноамериканском регионе ясно наметились два основных пути развития региона. И первый путь – это попытка построения социализма или даже строительства социализма в полномасштабном размере. Самый яркий пример – это Куба. Здесь произошла победа партизан, как их называли в Барбудос, это бородачи, это те, кто в джунглях прятались, кстати, воевали там правительственными войсками. Так вот, 1 января 1959 года Барбудос во главе со своим лидером Фиделем Кастро, который 1926 года рождения, скончался буквально несколько лет назад, прошел очень долгую жизнь, больше 90 лет. Так вот, с 1952 года на Кубе правил диктатор Кульхерио Батиста, и диктатура Батиста была свергнута, и в этом принял участие знаменитый вечный революционер Че Гевара, известнейшая личность во всем мире, особенно в латиноамериканском регионе. Он вообще-то аргентинец, по профессии врач, ну вот ушел в революцию и пытался везде установить справедливый порядок, был ближайшим соратником братьев Кастро, и затем, после победы революции на Кубе, несмотря на хорошую должность, он тем не менее перебрался в Латинскую Америку, на континент, и там пытался строить революцию в других странах, и погиб в Боливии в 1967 году. На Кубе социалистический режим сохраняется до сих пор, несмотря на смерть Федерия Кастро. Вторая страна, которая пыталась пойти по этому пути, по крайней мере, это Чили. Здесь, на президентских выборах 1970 года, победил лидер социалистов Сальвадор Альенде. Правда, попытка построить социализм на Чили продолжалась всего три года. В 1973 году Сальвадор Альенде был свергнут и убит в ходе военного переворота во главе с командующим сухопутными силами страны генералом Аугуста Пиночетом. Пиночета совсем старенького перед смертью судили даже за это, и, в общем-то, последние дни и месяцы своей жизни он провел в тюрьме. Пиночет пришел к власти, по всей стране построили концлагеря. Самый крупный был на центральном стадионе в Сантьяго. Там содержался знаменитый певец и композитор чилийский Федерико Гарсиа Лорко. И третья страна, которая тоже пытается раз за разом реализовать социалистический путь развития, это Никарагуа. Здесь в 1979 году фронт национального освобождения имени Сандина свергает режим диктатора Самосы, того самого сукиного сына. На президентских выборах 1984 года победил лидер сандинистов Даниэль Артега, тоже одна из легендарных личностей для Латинской Америки. В феврале 1990 года на всеобщих выборах победу держал оппозиционный национальный союз, это блок 14 партий и организаций. Президентом страны стала Виолетта Бариус де Чаморре, владелец оппозиционной газеты «Ла Пренса». Но в 1996 году соперничество с Даниэлем Артегой победил консервативный кандидат Арнольда Алеман. Но в начале 21 века Даниэль Артега вернулся на пост президента и до сих пор он остается. Сейчас население страны порядка 5,5 миллионов человек, столица является город Монагуа. Итак, первый путь, по которому пошла часть латиноамериканских государств, это попытка построения социализма. А вот второй путь это приход к власти военных хунт. Дело в том, что латиноамериканский регион это очень бедный регион, соответственно там очень популярны крайне левацкие идеи, марксистские, троцкистские, маоистские идеи очень популярны. Вы, наверное, слышали о всякого рода полковника, генералов. То есть любой военный, уйдя в джунгли, тут же присваивал себе звание полковника, генерал или генералиссимуса, так сказать. И считал себя пламенным революционером и воевал с властями. Так вот, чтобы что-то подобное подавить и хоть какой-то порядок установить в этом регионе, в 60-е, 70-е годы 20-го века в Аргентине, Боливии, Бразилии, Гватемале, Гондурасе, Чили, Эквадоре к власти пришли военные хунты. Хунта это правление группы людей, как правило военных. Слово это в русском языке имеет такой негативный смысл, но на самом деле с начала 80-х годов 20-го века происходит восстановление демократических режимов. То есть, поддержав власть у себя в руках, обеспечив какой-никакой порядок, стабильность, военные передавали затем власть гражданским лицам, что можно только приветствовать. Вот так демократические режимы были восстановлены в 80-м году в Перу, в 82-м году в Боливии, в 85-м году в Бразилии, Гватемале, Гондурасе, Уругвайе, в 89-м году в Сальвадоре и Парагвае, а в 90-м году в Чили. Вы помните, какие там события были в начале 70-х годов, да? Еще несколько интересных фактов, связанных с регионом. В Бразилии, огромной стране, с населением более 200 миллионов человек, они первыми решили построить новую столицу, город Бразилия. Этот город был построен в форме самолета по проекту знаменитого архитектора Оскара Немеера. А вот в Мексике прошли Олимпийские и Летние Олимпийские игры 1968 года. Благодаря тому, что Мехико находится на значительной высоте над уровнем моря, и там разреженный воздух, в Мехико во время этих Олимпийских игр было установлено множество мировых рекордов. В частности, Бобби Мон, американский прыгун на длину, прыгнул на 8,90. Этот рекорд держался потом очень долго, несколько десятилетий. И, соответственно, мы от Латинской Америки вынуждены переходить от такого интересного региона, перейти к не менее интересным Соединенным Штатам. Америки. 12 апреля 1945 года скончался Франк Делану Рузвельт, он играет от инсульта, и президентом стал его вице-президент Гэри Труман. Он продолжил реформу нового курса. Главная задача для него была обеспечение конверсии военной промышленности и демобилизация армии. В 1947 году 12 миллионов американской армии осталось 1,5 миллиона. Для демобилизованных солдат был принят специальный закон, названный солдатским билем о правах, о предоставлении демобилизованным льгот в области образования, получения кредитов на строительство жилья и открытие своего бизнеса. В 1948 году Труман добился увеличения минимальной заработной платы, расширения системы социального обеспечения, принятия программы строительства дешевых жилищ. А во внешней политике он взял курс на сдерживание СССР, и вы знаете, что была предпринята доктрина Трумана и план Маршала. А Маршал был госсекретарем именно в администрации Трумана. Труман был избран президентом США и в ноябре 1948 года под лозунгом «Справедливого курса». Надо сказать, что очень сильны были после войны в Америке профсоюзы. В них состояло порядка 15 миллионов человек. Забастовки были запрещены в годы войны. Чтобы уменьшить влияние профсоюзов, республиканцы приняли новую верфию закона о трудовых отношениях, так называемый закон Тафта-Хартли. Были запрещены некоторые виды стачек, организационные, солидарности. Введена система арбитража в особо сложных трудовых конфликтах. И холодная война, конфронтация с СССР вызвали в США антикоммунистические настроения, которые переросли в шпиономанию. В результате появилась такая фигура, как сенатор Джозеф Маккарти. В 1950 году он заявил, что располагает списком коммунистических агентов в Госдепартаменте. И по всей стране началась травля левых организаций, проверка лояльности граждан. Многие американцы, скажем так, левацки настроены, покинули страну. Так вот, допустим, знаменитый Чарльд Чаплин эмигрировал в Швейцарию. Выехал из США и знаменитый отец знаменитого российского телеведущего Владимира Познера, который был очень хорошим кинооператором в Голливуде. В начале 50-х годов из-за войны в Корее антикоммунистическая истерия пошла на спад. В 1951 году вступила в силу 22-я поправка Конституции, разрешавшая только одно переизбрание президента. Но в результате в 1952 году на выборах победил эспубликанец Дуайт Эйзенхауэр. И он же победил на выборах 1956 года. В 1954 году госсекретарь США Джон Фостер Даллес выдал доктрину массового возмездия, которая означала возможность применения ядерного оружия в ответ на угрозу странам НАТО. В период президента Эйзенхауэра были снижены налоги, отменены некоторые меры по государственному регулированию экономики. США расширились. В 1959 году были приняты два штата в состав США. Аляска 49-й и Гавайские острова стали 50-м штатом. И в 50-е же годы начался новый этап движения за гражданские права негров. Его возглавил баптистский пастор Мартин Лютер Кинг, который предложил тактику гандистскую, тактику ненасильственных действий. Например, бойкот автобусных компаний в Алабаме, которые проводили политику сегрегации пассажиров. Сегрегация это разделение по расовому признаку. Верховный суд США признал незаконную сегрегацию в школах. И в результате это вызвало массовое сопротивление белых на юге США. Например, в 1957 году, чтобы обеспечить возможность посещать среднюю школу для белых девяти чернокожим школьникам, Дуай Тезенхауэр был вынужден направить в город Литтл-Рокштадт, Арканзас, тысячу солдат. Надо сказать, что 50-е годы были благополучными в США, позволили создать государство благоденствие. Именно в эти годы в основном были построены дороги, хайвеи, торговые центры. Но это привело к некой утрате динамизма по сравнению с Японией, Западной Европой. Ну и США очень переживали, что Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. И поэтому в 1960 году на выборах победил молодой кандидат президента, 43-летний Джон Кеннеди, который выступил с лозунгом новых рубежей, то есть способности к переменам. Его соперником был Никсон, он проиграл. И Кеннеди принял меры по стимулированию экономического роста. А чтобы выйти на реагирующие позиции в космосе, была предложена программа «Аполлон». Ее главной целью была высадка на Луну, она была достигнута 20 июля 1969 года, когда спускаемый аппарат космического корабля «Аполлон-11» с Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином совершила посадку на Луну. Вот за этим событием по телевизору наблюдали 500 миллионов человек. Всего на Луне побывало 22 американских космонавтов. Во внешней политике «Карибский кризис», мы о нем говорили в теме по международным отношениям, был достигнут компромисс с СССР. Ну и 22 ноября 1963 года в городе Далласе, Техас, Кеннеди был убит, по официальной версии Лихарви Освальдом, и Линдон Джонсон принял присягу и стал очередным президентом, довольно популярным. Он выдумал программу ликвидации бедности, в результате бедных США стало меньше, было построено жилье. В 1960-е годы стали апогеем борьбы за гражданское равноправие, и молодежное движение, особенно против войны во Вьетнаме, движение хиппи, панков, борьба за преобразование в университетских кампусах, повторюсь, вьетнамская война. Дин Ридд, знаменитый певец, устроил стирку американского флага. И война во Вьетнаме была первой войной, показанной по телевидению. В 1968 году на президентский выбор победил республиканец Никсон, но, правда, он ушел в отставку в начале 70-х из-за отергейского скандала 1973 года. На этом пока мы завершаем, и будет дополнительная небольшая лекция.